Острова женщины Они главные действующие лица Минойского искусства. Нет, мужчины тоже остались в камне, бронзе и красках. Но как слуги, богомольцы, рыбаки и стражи. Парадокс. Культура, названная Минойской, не сохранила ни одного следа минусов. На Крите нет восседающих владык, зато царственных женщин в изобилии. Им несут дары, обеты и клятвы. Им отдаются люты и честь. На них молятся и у них просят. Получается, революция Зевса, урезав в правах богиню, почему-то не затронула магическую культуру Крита. Или она погибла? О таинства посвященных. Что случится с проводниками божественной воли? Связь с богиней останется, но из явной станет тайной. А ее жрицы и Менады, покорные мужьям днем в будни, С приходом священной ночи полные луны превратятся в неистовых фурий. В глубины оливковых рощ уйдут жрицы великой богини. И будут ждать ее снисхождения. В танцах, воззваниях, ритуальном обнажении. В шаманском экстазе, преображаясь в пчел, голубок, львиц. И она им явится и будет, как раньше, диктовать свою волю законы Великой Матери. Но уже не для всех, а для избранных, посвященных в тайну Амброзии. И мы опять не знаем, как называли свой ритуальный напиток кретяне. Амброзия — слово греческое, «бессмертник» в переводе. Но мы видим почтение и трепет, с каким относились жители острова к самому напитку и его источнику, священному дереву. Как будто в нем скрывалась сама богиня. Наверное, по этой причине алтарь с растением окружают наиболее мощными символами, рогами посвящения и двойными спиралями. И не менее сакральные лаврисы охраняют доступ к ним. Открытый далеко не каждому, только посвященным. Энтузиастом — так называли в древности одержимых богом. Или, скорее, богиней. На знаменитом кольце Миноса мы видим ее сразу в трех формах. Она плывет в лодке, сидит у алтаря и парит над собственным троном, Освящая собой три стихии — воду, землю и воздух. А ее обнаженные жрицы Минады срывают плоды со священного дерева. Как будто все. Нет, а у подножия всех трех святилищ. Что там? Камни? Клубни? Ближе всего к изображению — луковица крокуса. Не по размеру, а по значению в жизни кретян. Крокус — еще одно священное растение жителей острова. Возможно, снадобье из его клубни и открывало дорогу к алтарю богини. Эту дорогу нельзя нарисовать на карте, Как нельзя в нашем понимании назвать минойскую религию верой. И называть верующими древних кретян тоже нельзя. Они, как и современные приверженцы индуизма, Не верили в рассказы о далеких богах. Они ощущали их присутствие, Наблюдали их не в далеком космосе и грозных явлениях природы, А в самой природе. И еще ближе. Совсем рядом. В себе. Зададимся вопросом. Почему шафран, разновидность крокуса и лилия Столь частые растения в росписях минойской культуры? Не по той же причине, что и лотос в искусстве Индии и Египта. Ведь лилия, крокус шафран и лотос из одного семейства. Может быть, не в силу одной лишь красоты этих действительно прекрасных растений, Их изображали столь часто. Да, необычные фрески критян. И неожиданные собиратели оранжевого цвета. Вот эту ползущую в шафранном поле фигуру считали изображением Атланта. Оказалось, обезьяна. Но из странного вида. Лотофагов, сказал бы Гомер. Гомер, рассказывая о лотофагах, конечно, имел в виду не обезьян, А людей, живущих через море от Пелопонесса. Едоков лотоса. Добрых и гостеприимных. Гибели те лотофаги товарищам нашим нисколько не замышляли, Но дали им лотоса только отведать. Кто, от плода его, мёду по сладости равного вкусит, Тот уж не хочет невесте подать о себе, не вернуться. Но средь мужей лотофагов, оставшись навеки, Желает лотос вкушать, Перестав о своём возвращении и думать. Быть может, в ней лотофагии И кроется разгадка странной манеры художников и неиды. 3500 лет назад она была совершенно другой Земля Минойского Крита. Многотравные пастбище, густые леса, тенистые рощи. Зелёным и многотучным Называли Крит соседние народы. И место хорошее Как раз между Африкой, Азией и Европой. Ничто, казалось, не могло потревожить Сладкую дрёму островной жизни. Если бы в семистах стадиях к северу Не дремал под широкой горой Круглого острова Могучий вулкан, Что породил ещё одну тайну Между трёх материков. Тайну материка четвёртого. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»